Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Поздравляю всех с 8 марта, с наступившим уже 8 марта. Желаю всего-всего самого наилучшего, улыбок, счастья, в общем, отличных дней и хорошего настроения. Я сейчас нахожусь в магазине Магнит Косметик. Ездила собирать своих детей и, в общем, приехала рано, пока ждала, решила зайти, посмотреть, что здесь есть интересненького. Вот, походила немножко, чтобы народу никого. Ну, я, в принципе, была, сколько было, час дня где-то, но народу как-то вообще никого не было. Вот, возможно, не знаю, почему. Хотя здесь много всяких акций, скидок, много чего интересного. Кстати, бытовая химия ГРАС здесь представлена, вот, что очень порадовало. Но мне ничего пока не нужно было, да я просто зашла, на самом деле, бесцельно, особо в этот магазин. Но все равно что-то да приобрела, и дома, конечно же, покажу вам покупки. Магнит Косметика тут, в общем, много всего интересного. Люблю такие магазинчики, люблю в ней ходить, что-нибудь интересненькое выбирать для себя, и не только для себя, конечно же. Вот, парфюмерия здесь тоже достаточно интересная такая, на мой взгляд. Вот, я даже парочку потестировала, но парфюмерию не купила, вот, потому что, конечно, так я бесцельно повродила, я бы так сказала. По акциям тоже, конечно, много парфюмерии интересной. В общем, такие вот девушки, ну, такие, вы поняли, да, женские, такие, как бы, в форме женского тела, вот, правильно сказать. Ну, и, конечно, косметика тоже просмотрелась здесь все. И, девочки, я хочу вас в этом видео также поздравить с 8 марта, я думаю, уже видео выйдет после 8 марта, но хочу вас поздравить, пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы у вас было все-все хорошо, здоровья, счастья, море улыбок, цветов, и чтобы все у вас было хорошо не только 8 марта, но и каждый день вы испытывали счастье, и все было у вас отлично. Вот, я сейчас вам покажу свои покупки Магнит Косметик, но прежде хочу сказать, что я узнала о том, что есть приложение Магнит Доставка. Вы можете пройти по ссылке, которую я вам оставлю под этим видео, активировать промокод, который вам даст 25% скидку при первом заказе от 1000 рублей. Вы можете заказать продукты, косметику, бытовую химию, многое другое. Доставка за 60 минут, доставка бесплатная, и что очень-очень удобно, согласитесь, поэтому обязательно скачивайте, заказывайте, тем более Магнит, там очень хорошие цены, я бы так сказала, множество акций и так далее, поэтому обязательно переходите по ссылочке, скачивайте и применяйте мой промокод. Ну, давайте я вам покажу мои покупки. Так, и давайте я вам покажу свои небольшие покупки в магазине Магнит. Конечно же, я везде, везде, где бываю, покупаю вот это все, чтобы у меня было как можно больше всего вот этого. Ой, кошмар, там Магнит косметик у нас продается, поэтому я вот купила своим, своим деткам хвостатым. Так, дальше купила, покажу вам чек, да, в конце, купила вот такое антибактериальное мыло с маслом чайного дерева. На первом этаже в ванную комнату, потому что у нас, ну, когда приходят с улицы, на первом этаже руки моют, и, ну, все мы руки моем. Вот такое вот мыло, не знаю, Нижегородское, а, ну, Нижний Новгород, вот такое мыло. Кстати, приятно пахнет, он пахнет такое, как будто вам нечайным деревом, как мяткой какой-то, чем-то таким, ой, ну, приятно, прям, приятно, свежестью такой пахнет, прям, приятно, вкусно пахнет. Я мыло всегда нюху, прежде чем купить, и приобретаю его исключительно по запаху. И вот такое, смотрите, ну, тут меня еще привлекла упаковочка, вот такой вот завод Братьев Крестовников, плохо вижу я, вот, не буду читать. Так, и это у нас тоже, что, производство, я говорю, что производство, потому что меня спрашивают иногда, о, это Минск, смотрите, а, нет, это импортер, да, в Беларуси, не знаю, чью это, девочки, не знаю, в общем, тут мелко, мне вообще не прочитать ничего, извиняюсь, в общем, вот такой вот мыльца, тоже с розой, пахнет очень вкусно, не то чтобы розой, такой кремовый, цветочный такой аромат, тоже, ну, мы пользуемся и жидким мылом, и кусковым мылом, поэтому я приобрела. Также зубную пасту, тоже у меня, кстати, всегда делаю запасы зубных паст, пакетики зубной пасты, все, что мне нужно. Так, и себе купила немножечко косметики, купила вот такой вот гель свежесть для снятия усталости ног, но иногда необходимо мне, я не могу сказать, что у меня как-то отекают ножки, еще что-то, но иногда бывает, знаете, набегаюсь целый день, или там на кухне стою, или еще что-то готовлю долго, и потом немножко, ну, так гудят ноги, вот для этого, не знаю, попробую, может быть, какие-то получше есть средства, если вы знаете, напишите мне не для вен, а именно, ну, знаете, снять усталость, напряжение с ножек, вот, был по акции вот эти бархатные ручки, я, кстати, люблю крем бархатные ручки, иногда его приобретаю вот такой, это именно ночной крем, всегда наношу крем для рук на ночь, вот, и вот такое средство для ножек, скоро лето, девочки, надо ухаживать за своими ножками, смотрите, взяла вот комплимент, кстати, кто это у нас изготавливает, сейчас я посмотрю, девочки, что-то я, это, очки надо одевать, хотя я вблизи хорошо вижу, но, когда совсем мелко написано, вообще ничего не понятно, так, давайте вместе, может, найдем с вами Россия, город Москва, да, производитель, вот, вот такой вот крем для ног, ежедневный уход, вот, интенсивное питание, мягкость, и вот такой скраб для ног, обычно я использую для ножек тот же скраб, который использую для тела, но решила, что жидкая пемза, короче, решила, что мне нужна такая штучка, хочу попробовать, одним словом, вот такая вот, вот, так что, вот такие вот у меня небольшие были покупочки, но доставку рекомендую вам, вот, тоже, наверное, воспользуюсь, да не, наверное, а точно, надо будет тоже как-нибудь что-нибудь заказать, в особенности, когда нужно что-то быстренько купить к ужину, например, вот, ну, все ссылку, всю информацию я вам оставлю под этим видео, чек забыла, как всегда, вот, корм, тут, ну, кому нужно, нажмите на паузу, и посмотрите, чистая линия, видите, гель для ног 109, скраб для ног 103 рубля, зубная паста 179, мыло 68, крем для ног 159, вот, бархатные ручки, видите, 79, 99, акция была, крем для рук, крем-мыло, мыло 125 рублей, но оно нереально, вот, это вкусно пахнет, очень вкусно, вот, в общем, вот такие вот, вот такие вот цены. Ну, а это я на следующий день уже, вот такая вот у нас снежная весенняя погода, на самом деле, очень красиво облеплены снегом деревья, прям загляденье, я вам могу сказать, а еду я с утра в магазин Оби, я как-то говорила уже, что я, работаю в родительском комитете, можно так сказать, у первого класса, это моего младшего сыночка, и у старшего сыночка в пятом классе, и я поехала в магазин Оби для того, чтобы закупить цветы на подарок учителям 8 марта. Цветов мне нужно было купить много, но я тут, конечно, подзависла. Смотрите, лилии в горшках, я вообще вот люблю вот такую историю, когда дарят букеты в горшках, они очень долго стоят, они очень долго радуют, приятно пахнут, в общем, супер. Лилия стоила 800 чем-то рублей, вот такая в горшочке, не знаю, сколько там штучек, вот такие вот тоже, это цветы в горшках, только еще вот упакованы так красиво, празднично, в корзиночках на подарок. Я, кстати, такие взяла, именно вот эти в корзиночках. Вообще, люблю к 8 марта ездить в магазин Оби. Видите, сколько у меня целая тележка цветов. Приехала я домой, сегодня такой влог, только о красивом, ни о чем другом. Вот, и давайте я вам покажу. Я купила, смотрите, что, ну, это я купила на подарок одной нашей, нашим знакомым, друзьям, девушке. Вот, вот такой, смотрите, настоящий ананасик. Прикольно, вот такой вот цветок. И я купила сразу, ну, вот такой кашпу к нему. Сейчас я вытащу, покажу вам. Стоимость, конечно, не маленькая, но человек оценит, реально оценит. Ну, я просто знаю, да, поэтому я и купила такую вещь. Смотрите, ананас Чампака. Вот. Только вот мне единственное, что в Оби не нравится, что везде вот эти цены. То есть, ну, дарите это, надо как-то вот сейчас вот мне вот так вот аккуратненько отрезать, чтобы осталось название человеку, да, чтобы он знал, как ухаживать и все остальное. Адрес производителя – Сербия. Ну, это же огонь. Вы когда-нибудь видели такое? Я вообще нет. Потом вот такой цветок, тоже это другой нашей, ну, как знакомый, дружим мы, в общем, с семьями, можно так выразиться. Вот такой вот. Тоже я знаю, что человек оценит, очень любит подобные вещи. Сейчас я вам достану, тоже аккуратненько покажу. А, тут цена вон там вот. Ну, в общем, что это? Кумкват, не кумкват, не знаю. В общем, там ценник внутри. Написано «Цитрус лайм». Он стоил тысяча, сейчас вам скажу. 1999 рублей. Вот там вот видно, наверное, написано «Лайм», кстати, видите? А тогда я тебе там подковырну. Никак, никак не буду обертку и это портить. Хотя все равно буду снимать, потому что там цена, убирать цену. И вот такое вот, ну, как бы кашпо сразу приобрела. Цену не помню уже, девочки. Я там в этих цветах утонула, можно сказать. Вот, вот такие вещи я купила на подарок. Но вот это огонь, согласитесь? Я бы с удовольствием себе бы такую приобрела бы. Сейчас я его тоже красиво упакую. А себе, о себе я купила вот такой маленький цветочек. Очень мне нравится. Я давно, кстати, его хотела. Вот такой вот с листиком. Меня просили не первый раз показать все мои цветы. Я обязательно покажу в каком-либо другом видео. Может, вообще отдельное видео сделаю. Потому что цветов у меня много, вот. Но у меня есть куда их ставить. Поэтому я люблю докупать всякие цветочки. В общем, вот такой цветок. Сейчас покажу вам цену. Вот он стоил Нидерланды производитель. Так, давайте так поставлю. Вот название его. И где-то тут была цена. 999 рублей стоил. Ну, это же просто красота. Мне очень нравятся вот такие. И купила сразу горшочек к нему. У меня, правда, есть вроде бы горшочек. Но я что-то подумала, вдруг у меня нету. Тоже цены тут нету, да? Вот странно, да? На кашпо нет цен. А на цветах есть. Ведь многие же на подарок покупают. Зачем на цветах цены? Ой, ну ладно. Это моя боль. Вот такая, смотрите, красота. И еще вот для срезанных цветочков подкормку я купила. С ними действительно очень долго стоят. Розы стоят неделю. Не 14 дней, конечно, но розы стоят неделю. Вообще не вянут. Все остальные, вообще некоторые цветы, аж месяц могут стоять. Каждый раз добавлять воду при смене воды. Меняю раз в два дня. Ну, любой букетик. И вот долго они очень стоят. Так что, кто любит дома срезанные цветочки, очень рекомендую. Сейчас же тем более скоро лето. Летом с огорода у меня обычно, ну, там, знаете, обломается какой-нибудь цветочек. Я его, нет-нет, да, в вазочку поставила. Вот. Ну, вот это мой новый житель. Красивый такой. Смотрите, какая красота. Я еще там, ну, я вообще много цветов хочу. В свою коллекцию, можно так выразиться. Но это очень красивый цветок. Листья красивые у него. Я знаю, что он редко цветет. Хотя знаю, что у некоторых он прям постоянно цветет. Ну, цветок у него не очень. У него листья красивые, вот у этого цветка. Вот. Я вообще название цветов, девочки, честно признаюсь, не запоминаю. Я вот купила и забыла вообще, как он называется. Мне вообще знать не нужно. Это лишняя информация для моего мозга. Поэтому название цветов я восхищаюсь теми людьми, которые помнят вот эти все вот, не просто там, знаете, герань, а как вот правильно она называется. Вы прям молодцы. Я не из таких. У меня сразу это из головы выветривается. В общем, вот такой вот у меня новый житель. Ну, вот это, девочки, это вообще огонь. Я была бы тоже счастлива, если мне такую штуку подарили. Это просто нечто. Такой маленький. Она, наверное, не знаю, можно его есть или нет. Вот. Но даже если нельзя. А, это от кашпо у меня. То прикольно. Хотя, здесь вот нарисовано, что он типа даже спелый там будет. Но не знаю. Правда, они все вот такие с посушенными листиками. Я выбрала самый приличный. Вот такой вот красивенький ананасик. Огонь. И еще давайте в этом видео я, раз уж у нас такая тема, тема о красоте, можно так сказать, этого видео, давайте я вам покажу свои покупки в Альберес. Ну, я продолжаю там зависать. В общем, заказала себе вот такой гель для удаления кутикулы. Я там почитала комментарии, была очень сильно удивлена. Вообще, данные средства, любые, любых марок, они не удаляют кутикулу, они ее размягчают. То есть, все равно нужно поработать палочкой и ножничками. То есть, ну, да. Я аппаратом не обрабатываю кутикулу, просто потому что я себя режу. Вот, может быть, кожа у меня здесь тоненькая, может быть, еще что, не знаю. На ногах, да, на руках у меня не получается. Я себя режу постоянно, у меня какие-то кровоподтеки там и тому подобное. Поэтому рамки, поэтому я использую на руках вот различные гели. Покупаю всякие разные. Вот, в этот раз заказала, попробую. Также купила два лака. Единственное, что я думала, что они будут посветлее, девочки. Серьезно, я хотела что-то такое нежно-фиолетовое, нежное-розовое с блестками, а получилось... Ну, я все равно им буду пользоваться. Я накрашу с огромным удовольствием таким цветом и одним, и вторым. Один получился... Сейчас я открою, покажу. Я ссылки оставлю. Это гель-лаки для лампы, которые вот такой прямо нереально фиолетовый с блестками вот такими. Видите, ну, блестки, конечно, огонь здесь вообще. Очень сильно переливаются, прям вообще супер. Вот. Но думала, что посветлее. Я хотела что-то такое, ну, как вот здесь, вот, наверное, да, такое нежно-фиолетовое с блестками. Ну, вот поэтому не особо люблю лаки, помады покупать на... Ну, вообще в интернет-магазинах заказывать, потому что все равно немножко не то. И вот это, я думала, будет такой нежно-розовый. Ну, получился вот какой огонь. Слушайте, ну, вот этим я сейчас прямо захочу сделать маникюр. Вот. Прям, ну, он прям вообще как фольга какая-то. Мега много блесток. Вот. Ну, хотела понежнее, на самом деле. Ну, ладно, я потом понежнее, это я пойду потом в магазинчик, в который я обычно хожу и посмотрю что-нибудь там. Эти тоже, конечно, конечно, у меня будут иметь место. Может быть, какой-то декор сделаю на ногтях. Я не знаю, ну, что-нибудь. Это у меня тут груда пакетов, я распаковывала. И еще нужную вещь. Заказала вот такую сумку-авочку. Правильно так она, наверное, называется? Ну, в общем, для покупок. Мне понравилось, что они вот так вот складываются, потому что все мои тканевые сумки, они просто сумки. То есть они не складываются вот в такую вот маленькую сумочку. А это очень удобно. Даже в маленькой, маленькой дамской сумке можно положить. И у меня все равно, куда бы я ни поехала, нет-нет. То хлеб надо купить, то там, я не знаю, батон, молоко, еще что-нибудь. Давайте я ее раскрою. Сейчас покажу, как она в раскрытом виде. Просто мне кажется, я так же красиво не сложу. Поэтому не стала я сразу раскрывать сейчас. Раскрою, покажу, как она смотрится. Так, разложила тут на диване. Смотрите, какая она такая леопардовая, модная. И она вот с этой стороны получается, видите, вот посветлее, а здесь более такой рисунок. Ну, как размыто, как застиранно, я бы сказала. Ну, так же я ее в кармашек в этот не сложу красиво, как было. И вот такие вот ручки, она как, ну, как такая нетканевая, в общем. Вы поняли, да? Получается, здесь вот такой вот маленький кармашек. Ну, пойдет, девочки, пойдет. Не очень тут ровненько, я смотрю. Ну, ничего страшного. Для покупок супер такая клеенчатая. Отлично. Мясо девчонкам моим купить хвостатикам, да? Супер. Ну, прикольно то, что ручки такие широкие. Да, вот здесь вот. Ну, видите, вот. Не очень ровненько, конечно, она сделана. Ну, пойдет. Пойдет мне такая. Что-то она там стоила. Я ее купила за 140 рублей. Да, за 149, извините. Вот, так что пойдет такая, да? Ля Пауэрдова. Я что-то не хотела ни цветы, ни какую такую. Я хотела вот что-нибудь каком-то светленькую такую авосечку. В общем, супер. Ссылочки тоже вам оставлю. В общем, девочки, еще раз поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. У меня тут приболели дети к 8 марта. В общем, да. Ну, как всегда, вирусы у нас все еще гуляют по Питеру. Ну, а вам всего самого наилучшего. Девочки, здоровья. Не будем о грустном. Все хорошо. Вот. Здоровья, счастья, любви. В общем, на сегодня буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Было полезным и интересным. Касперюша. Упал. Каспер. Да. Вот такой вот он. Вот. Всего самого наилучшего. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.